Перспективы развития медико-социального проекта «Красный чум» обсудили депутаты окружного собрания. С отчетом о реализации проекта выступил начальник управления здравоохранения Нейнского округа Андрей Апицын. Благодаря «Красному чуму» в первую очередь получают квалифицированную медицинскую помощь и проходят полноценную диспансеризацию оленеводов и членов их семей. Но, как отметили депутаты, медпомощь оказывается не всем оленеводам. Поэтому в перспективе предстоит решить данный вопрос. В 2017 году в рамках проекта «Красный чум» врачами были обследованы оленеводы пяти сел округа. Омы, Коткина, Амдормы, Устькары и Каратайки. К оленеводам Малоземельской тундры врачи не приезжают. Почему? Интересуются депутаты. По словам Сергея Хабарова, жители Нельминоноса не раз жаловались на то, что в их стойбище не приезжают узкопрофильные специалисты. В составе медицинской бригады, семейно-родовые общины, которые к Нельминоносу относятся, мы не выезжали. Ввиду их малочисленности. Так там же люди. Ввиду их малочисленности. Сейчас мы пока охватываем те бригады и те стойбище, где большое количество оленеводов. Как считают в Департаменте здравоохранения и социальной защиты, в этом вопросе проблем нет. Местные оленеводы кочуют недалеко от поселка и имеют возможность часто посещать участковую амбулаторию. Кроме этого, медики часто сталкиваются с такой проблемой, как нежелание самих оленеводов проходить медосмотры. К сожалению, мы все говорим, что необходимо, чтобы медицинская помощь была всем доступна, чтобы медики приезжали в каждый населенный пункт, в каждое стойбище. Но когда мы собираем бригаду, выезжаем в общину, выезжаем в стойбище, у меня ощущение, что кроме меня это никому не надо. Я хожу по всему стойбищу, беру их за руки и вожу в палатку свою. Я им рассказываю, что ничего страшного не произойдет, что уколы безболезненные. Также в ходе заседания обсудили еще один острый вопрос. В мясе и субпродуктах оленей все чаще выявляют вредные вещества. Из-за этого оленеводам все сложнее сбывать продукцию. В порядке хозяйств, в большинстве, в скотундре, у них даже печень не принял переработку, потому что у них ведется высокосодержание вредных веществ. Здесь, я думаю, что в рамках комиссии можно понять вопрос все-таки по проведению анализа состояния почвы на предмет содержания. Выяснить причину появления, откуда она все-таки взялась. Потому что если так посмотреть, то четкий анализ, конечно, показывает, что эти территории как раз где идет промышленно свиньи наших земель. Почему в продукции оленеводов выявляют вредные вещества и как решить эту проблему? Ассоциация СВИ попросила депутатов разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Спасибо. Спасибо.